МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понятно, что это конкурс непрофессионалов, конкурс талантов. Почему у вас на заводе решили обратиться к профессиональным педагогам? Как вы отметили правильно, на заводе работают технические специальности в основном люди, то есть непрофессионалы в области музыки и танцев. И поэтому наше руководство, и мы решили пригласить специалистов, которые бы нам помогли выступить, наилучшим образом показать себя с хорошей стороны. Людмила Евгеньевна, коллектив уже собран. Насколько он сплоченный, таланты? Может, есть особые таланты вы нашли среди инженеров? Да, есть люди, с которыми интересно работать, есть люди, которые просто развиваются. Но и вообще коллектив интересный. Люди разные. Разного возраста, наверное, разных предпочтений. Кто-то пел с детства, кто-то еще только учится, наверное, да? Да, кто-то даже в музыкальной школе уже закончил. Вообще, наверное, уже можно сказать, да? Вообще, я почти год уже веду там хор. Руковожу хором. А вот что касается этого проекта, то это молодежный проект, поэтому возраст почти у всех одинаковый здесь. И в этом, наверное, легче? Вы знаете, в чем-то легче, а в чем-то нет. Потому что люди, которые пришли на хор заниматься год назад, они были настроены именно на пение. А вот те, которые пришли на молодежный проект, они у каждого свои способности. Кто-то лучше поет, кто-то лучше танцует. И вот в этом сложности. Гульшат, а как удается соединять и работу, и пение? Все-таки немало времени надо на репетицию, и работу нельзя пропускать. Ну да, приходится в ущерб обеду своему. То есть мы занимаемся в основном во время обеденного перерыва. Но первостепенно, естественно, остается все-таки работа. То есть бывают такие моменты, когда приходится пропускать хор, что очень, конечно, жаль нам самим. Но производство, конечно, не страдает от этого. Но, я думаю, даже и выигрывает в чем-то. Потому что у многих появилась какая-то другая мотивация. То есть смысл какой-то жизни, рабочий именно. Новая реализация. Новая реализация в жизни. Не дает каких-то поблажек, освобождений тем, кто участвует? Ну, вы знаете, официально вообще-то должны быть. Но, как правило, руководители непосредственно. Ведь у всех есть задачи, план, который нужно выполнять в срок. Производство не стоит. Производство не стоит. Ставитесь к фестивалю, побывали на заводе. И я предлагаю посмотреть репортаж вестей. Инженеры запели. Вот уже месяц на заводе поют и пляшут сразу после работы или в обеденный перерыв. Заводчане не в ущерб производству. Интенсивно готовятся к первому фестивалю творчества работающей молодежи. В нем сразятся коллективы разных заводов. На капот даже наняли собственного хормейстера и хореографа. Молодежь здесь настроена только на победу. Мы работаем не над тем, чтобы делать какие-то сложные технические элементы, а просто выявлять вот их внутренний мир, чтобы все это больше нагрузки было смысловой, нежели такой технической. На данный момент, тяжелее всего, отрывать их от производства до занятий. Потому что предприятие серьезное. Но молодые работники завода признаются, на их профессиональных успехах такая нагрузка не сказывается. Многие с детства увлекаются творчеством. Красные цветы мои Садики завяли все Ильяна Батридзинова занималась вокалом еще в музыкальной школе. Умение петь девушке постоянно пригождается. Вот и сейчас инженер-технолог в хоре одна из ведущих солисток. Я как бы с детства творческий человек. Как я услышала, что набирается команда хора, команда танцевальная команда, очень обрадовалась. Это хоть какое-то развлечение, какое-то хобби. Песни, танцы, стенки и другие заготовки сотрудники предприятия отрабатывают три раза в неделю по несколько часов. Всех секретов ребята не раскрывают. Главное их выступление связано, конечно же, с самолетами. Сейчас работающая молодежь активно готовится к фестивалю. Уже в конце ноября они примут участие в зональном этапе. Четыре дня на базе санатория «Сосновый Бор» коллективы разных предприятий будут демонстрировать свои наработки. А уже в середине декабря пройдет финал. Екатерина Белалова, Дальмин Дубаев, Вести, Татарстан. Вот так увидели наши корреспонденты репетицию. В сюжете не раз прозвучало, что это не профессиональный конкурс, больше раскрывается внутренний мир. Гульшат, вот для людей технических профессий вот такое отвлечение, что дает? Это хобби, это отвлечение? Ну, я думаю, конечно, в первую очередь это хобби. Ну, понимаете, вот рутина, да, работа, дом у кого-то, учеба. Вот, а тут что-то новое, такое яркое пятно в жизни. Возможность проявить себя, показать. Море положительных эмоций. Потому что люди встречаются на репетициях, все работают в разных цехах, как правило. То есть какое-то общение дополнительное. Ну, и, конечно, открывать в себе все новые и новые возможности. Это всегда приятно развиваться. Ну, и потом, я думаю, что все-таки очень ответственная работа, она толкает человека на то, чтобы как-то вот где-то расслабиться. Но расслабиться, вот, с пользой. Творческий опыт получить. Отпустить стресс, может быть, да, получен на работе. Людмила Евгеньевна, вот Вы говорили, что Вы уже год работаете. Почти год. С коллективом. Вообще, такая практика, приглашение хормейстеров на заводы, она популярна? Ну, раньше на каждом крупном предприятии был коллектив. Но сейчас эта тенденция возрождается, вот, с недавних пор. И я думаю, что это хорошо. Я думаю, это интересно и людям, и для нашего общества. Вот то, что Вы делаете, это просто для себя или выступления какие-то проходят? На конкурсах участвуют инженеры? Конечно, участвуем, потому что наша цель – это выйти на сцену. Но сейчас, пока вот мы готовимся, сейчас пока ездили на фестиваль. А на заводе Вы выступаете больше для своих сотрудников? Мы ездили на каравон в этом году. Ну, на заводе у нас очень много концертов бывает. И кроме каравона мы еще ездили. Республиканское шоу «Я выбираю небо». Есть вот устоявшийся репертуар какой-то? Это всегда о самолетах? Какие песни больше исполняют инженеры? Да, конечно, о самолетах – это необходимый репертуар, потому что это родная тематика. Но, естественно, у нас еще есть два таких больших направления. Это одно направление – это песни для праздничного характера, так скажем, для мероприятий праздничных, заводских. А также репертуар мы потихоньку нарабатываем для уже более академических выступлений, чтобы выходить на серьезную сцену. А на фестивале какие номера готовите? Уже можно что-то раскрыть? Чем собираетесь взять? Конечно, будет много танцев. Такая веселая, но не совсем веселая песня. Естественно, про самолеты, про войну. Вначале не веселая? Вначале не веселая, но конец у нее очень хороший. Оптимистичный. То есть, хэппи-энд. Хэппи-энд, да. Очень много занимаемся именно танцами, для того, чтобы выступить, чтобы это все смотрелось красиво. Не только приятно было слушать, но и чтобы смотрелось красиво. А кого среди участников больше? У кого больше времени может? У мужчин или у женщин? Так однозначно сказать нельзя, конечно. Ну, девушки, конечно, они, во-первых, пунктуальнее. Ну, даже не в плане пунктуальности. Ну, мужчин тяжелее, наверное, понять, да, когда мастер скажет, я пошел на хор. Или я пошел на репетицию. То есть, может быть, даже иногда как-то, ну, это, а девушки там, ну, все равно, все стараются, конечно. Ну, и хотят. Хотят, да. Это в глазах видно, и видно в их желаниях, в намерениях. То есть, это больше добровольное участие, чем принудительное? Ну, конечно, добровольное. Спасибо вам большое за интервью. Информационный час на канале Россия 24 продолжается. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Спасибо. 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 Спасибо.